здравствуйте друзья мы с вами будем сейчас совершать живописное путешествие давайте вам по порядку расскажу мы едем в такой городок на берегу тихого океана который называется half moon bay даже как я как-то залив половины луны такой городок он очень-очень вытянутый то есть если так по карте посмотреть просто кишка такая длиннючая но очень узенький вдоль океана вот если так как мы сейчас вот едем если направо потом взять у океана мы поводим сан-франциско довольно скоро а если налево пойдем то приедем санта-круз вот такое интересное место надо сказать что мы туда ездили часто но если не каждые выходные но может быть там пару раз в месяц до тех пор пока у нас не появилась дача и в общем то мы стали ездить на дачу а чё тут ехать куда-то когда есть дача собственно не так далеко от этого места там может быть час езды вот а half moon bay является таким одним из излюбленных мест отдыха жителей кремниевой долины тут по дороге масса совершенно замечательной красоты и в частности полезные вещи тоже там есть вот например там есть и детские аттракционы и там есть места где там скажем мед продают и фрукты тоже мы поедем через такие сельскохозяйственные угодья но значительная часть дороги проходит по горам ну таким горам так себе горам которые отделяют кремниевую долину от океана вот мы сейчас как раз начали наш разговор когда мы съехали с хайвея и поехали по вот этой дороге которая боюсь собрать 92 номер 92 по моему тоже такое как бы локального значения хайвэй вот тут есть площадки смотровые по дороге где можно видеть красоту там как бы немножко с высоты ты смотришь на всю кремниевую долину такие места тоже есть я думаю что мы может быть сейчас не будем туда выходить потому что мы едем погулять к океану и у океана есть масса корни лес хороший лес да очень красивый лес у океана есть масса точек таких куда можно направиться в этом самом хафмуд бэй одно из мест куда мы любим ходить это такой есть отель ридс-карлтон и если вы сделаете поиск у нас на канале на ридс-карлтон то вы увидите что там наверное пяток а то может и десяток сюжетов есть но мы давно там с ним давно там не были поэтому я исхожу из того что основная маша масса наших зрителей этого не видел там есть такая как сказать марина да как у нас говорят ну как красиво это не только имя это такое место где швартуются яхточки и там же с борта продают рыбку вот мы там тоже снимали мы много-много-много раз там снимали вот за исключением последних лет трех вот так бы я сказал поэтому мы со светланой подумали а поедем к мы в хафмуд бэй потому что что-то мы там давно не были вот тут слева от меня вот уходит весь дорога налево вот прямо сразу на эту дорогу и тут же встать и там хорошая красивая площадка смотровая такое очень достопримечательное место если вы будете в наших краях обязательно туда забирайтесь оттуда неплохой сейчас ну здесь мы едем здесь мы едем а там ты можешь выйти встать с камерой картинок наделать и там пальчиком вон там microsoft вот там и hp но если кто там места знает вот тут google оттуда хорошо все видно так ну если вы еще видели направо и налево ну налево допустим просто холмы а справа там такая я сказал пропасть вот света мне знаки подает чтобы я помедленнее ехал светочка мы едем с разрешенной скоростью 45 миль вот на повод на повороте 35 так мы же и замедляемся мы же не просто так едем вот и там очень хорошая прогулка такая есть у океана то есть вы можете бродить там по тропам тропы даже асфальтированы не просто так то есть можно так хорошенечко погулять и ты идешь вдоль океана и там вокруг такие кусты какие-то дикие с какими-то дикими совершенно запахами потрясающими совершенно это очень очень здорово там гулять вот те люди которые любят погулять в красивом месте вот они туда едут едут и я хочу сказать что если бы сегодня был выходной день а сегодня на самом деле пятница вот но если бы сегодня был день воскресный субботний то мы бы там обязательно погуляв часок встретили бы сколько-то знакомых из самых разных временных пластов нашей жизни когда гости приезжают с ними туда идут когда просто погулять хотят тоже это вот одно из достопримечательных мер но что что-то видно я не могу сказать что все видно вот ну ну да это вот дорог такая живописная она недолго идет вот тут слева вы наверное не видите но здесь слева такая ферма где елки выращивают на новому году на продажу значит вон там справа увидеть такие вольерчики появились там можно взять пони с девочками можно до прийти покататься на пони мы с нашей сашей то здесь катались вот с внучкой скоро с наташей да у нас теперь две вот и сейчас немножко дальше будет справа не прямо тут это это просто ферма там дальше с пони вот и там не только эти самые там не только пони а там вообще много всяких аттракционов и мы там тоже снимали тут нет живого места где бы мы не снимали но просто еще раз все это во времени куда-то далеко ушло от видеть теплицы слева винодельник 10 здесь очень хорошая винодельня очень очень хорошая винодельня вот пожалуйста видите слева тут цветочки продают здесь вообще так вдоль дороги едешь и тут какие-то гектары тут тут несколько гектаров продают там несколько гектаров продают да а это какое-то поле двигаться заросло или она отдыхает в этом году слева вот тут да сельскохозяйственное место со всех сторон тут что что-нибудь выращивают вы видите наверное да там вот на холмах там это поля все разделано климат здесь прохладненький здесь не жарко туманы 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 хорошо это для благи хорошо у нас место то не такое дождливое но разве стоит этот год только если так вообще здесь не дождливо вот туманы это очень-очень здорово и вы видите мы отъехали от кремниевой долины но 10 минут максимум и смотрите как уже как будто мы в другой стране с вами находимся на другом материке вообще совершенно другой мир тоже елки слева выращивают елки 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 попадали до эти самые эвкалипты попадали может быть они даже нет не столько от урагана попадали сколько от того что дожди сильный может быть почву подмыл и да да видно что здесь работа проводилась то мне кажется что это тоже какой-то как это кормовая травка растет не просто дарят постришеный не знаю мне кажется кормовая я уже потерял где же этот аттракцион то мама родная где-то там тоже должен был бы а вот вайдере слева небе называют вайдере это не просто место где ради делают виноград вайдере это такое место где можно прийти посидеть с друзьями там выпить закусить там можно свадьбу какую-нибудь устроить вот справа нет никого нету такой еще не работает а вот тут справа как раз вот у нас загончик где самым пони гуляет в огонь и гуляет в пони да ну там справа не так открыты суббота воскресенье ну правильно чужие много детей вы знаете тут много детей много народу это такое место вот куда люди приезжают там провести день и там экскурсии всякие паркинг большой там есть у них здесь все нормально вот они здесь тоже продают видите тут такие теплицы и там чет выращивают и можно прям у них что-нибудь купить если так интересно green house мы мы по-моему никогда здесь ничего не покупали правда вот она пастурина фармс и там внутри она мы здесь тоже бывали там саженцев много продают ничего такого съестного там все снова не припомню здесь где-то было место где медок продают мы здесь друзья не были давно вот по правую руку где-то было такое место но и по левую тоже было тут было ни одно место вот тут слева 5 магазинчик какой-то я его не помню чтобы он раньше был красиво умиротворенно здесь друзья еще кладбище есть ближе к океану есть такие места там знаете здесь кладбище покупают место многие заранее так традиция такая заранее уже чтобы знать где лежишь там вот и так люди любят с видом знаете вот так при но приедет кто-то к тебе там проведать а там видно океан красиво и сама самому это я уж не говорю о людях надо думать тоже вот слева был такой стенд как сказать фанерный такой нет нет стенд я имею ввиду прилавок прилавок такой был с фруктами овощами невзрачный такой не знаю замерзом из-за меня есть рыбный магазин который надо будет зайти свет и богу надо будет не давай на этом давай на обратно но прошло бы попал что мы спешим там да здесь лесопилка какая-то вот эти вот монументы ржавые это можно купить и себя на участке поставить это специально такое место где для для дома для семьи ну для участка скорее горшки всевозможные базы такие уличные таких местах продаю вот справа комплекс мобил хомов написано мобил хоум парк может быть здесь даже это и цены высокие от того что близко к океану я не знаю ну да очень многие люди очень многие люди которые здесь живут ездят на работу в кремниевую долину единственно что отсюда вот по этой дороге там в две полосы знаете сложно ездить час пик вот мы сейчас едем в пятницу вы видите что в общем то мы хорошо идем а вот если бы ехали первым субботу или в воскресенье тут было бы очень плотненько вот вся эта дорога там сколько мы тут ехали пятнадцать минут была бы упакована мы бы ехали будь здоров как долго вот проехали мы магазин где рыбу продают на обратном пути мы заедем видите слева написано fresh fish за светофором сразу здесь мы снимали бы абсолютно все здесь снимали этот самый fresh fish так устроен что тут до океана вот но я не знаю осталось там 300 метров и сюда привозят с утречка и она прямо там на снегу на льду лежит и ты можешь взять целую рыбку а можешь там куском вот допустим привезут там двухметрового какой-нибудь салмана ну я извиняюсь на так 2 метров вот и тебя прям куском бах там топором или там чем они режут вот и так можешь кусочек взять у нас есть люди которые вот любят делать суши на этом свежая рыбка нужно и вот они с утра там ну там группы обычно они там собираются вот с утра там делают одни стоят там рис клеют а другие значит снимаются скачет сюда но вот не в магазин а там дальше к катерам которые рыболовным вот и прямо у них там в пять утра в шесть утра уже берут свежую эту рыбку и стремительно несутся обратно в долину и тут же свежую рыбку значит суши все дела вот мы знаем несколько таких увлеков увлеченных людей вот они так живут вот кремниевая долина все-таки можно сказать океанское место там может она да вот конечно да не лип это хороший такой органический магазин фрукты овощи мы там мы часто снимаем в этом магазине в санта-крус так вот эта дорога по которым мы сейчас движемся ведь мы поехали направо потому что мы хотим куда спит на миромар на миромар значит мы поехали направо в сторону сан-франциско это значит такой фривей номер один да называется мы сейчас где нибудь увидим тут указатель я вам скажу это дорога номер один она такая как сказать местного масштаба да это не федеральная дорога вот она даже немножко я сказал пострадала от дождей так как-то выглядит не очень здоровый а смотрите справа да как вот тут там люди живут работают там сельским хозяйством занимается а слева уже океан вот буквально они ну может быть сотня-полторы метров там океан и мы сейчас вот туда собственно и едем вот ведь написано сан-франциско 28 миль пасифика это пригород сан-франциско всего 15 такой туманный такой милый городок круглый год туман особенно летом да а почем здесь недвижимость это она так дорогая да здесь вот особенно слева особенно слева от нас ну здесь собственные недвижимости толком нет поля там какие-то тыквы растут вот а там чуть подальше будет там тоже такое я сказал дачное строительство то есть люди строят такие домики они там надо прилично стоят но уже прямо вот ну ну совсем можно сказать у воды но что интересно там не так много жилья с видом на воду потому что нет как-то там далеко так в общем просто ощущение воды есть а вида на воду нет поэтому это правда может быть если там вот на холмах справа жить мы едем в такое место да тут ресторанчики с видом на воду кормят хорошо здесь вообще вот в этом смысле очень здорово очень много туристов которые приезжают на эту марину нам их смены и так далее здесь такое место обжитое кроме того до сан-франциско вы видели двадцать восемь миль то есть совсем близко на самом деле тут народа очень очень много вот вы видите слева дома такие посерьезней и вот туда уже к океану мы другой камерой посмотрим когда будем понятно что влево тут не очень видно и рестораны и вот мы едем в такое место которое называется миромар это улица миромар там ресторан миромар там все на свете миромар и вот мы тут где-нибудь час увидим значит те из вас друзья кто захочет посетить это место а мы заметили что вот куда мы едем появляется много желающих вот санта-крус мы воспели на нашем канале санта-крус и каждый раз вот выходишь куда-то и там какие-то люди рук руками машут говорят вот мы там на туристы приехали посмотреть вот на санта-крус и смотрели ваши видео вот такое вот интересное дело значит миромар захотите когда туда ехать вы сейчас смотрите внимательно я сам не помню куда нам поворачивать да тут тут можно да не туда приехать в принципе если свернуть налево здесь есть много мест где можно свернуть вот уже океан тут хорошо виден слева есть много мест где можно свернуть но там не везде можно пройти ногами если так двигаться вдоль океана но в основном можно существенно где запарковаться я думаю что в пятницу запарковаться вообще проблемы такой нет когда мы туда свернем к океану но если теперь день выходной но там забито и мы как люди местные и давние любители этой точке мы присмотрели себе местечко где можно запарковаться я вам его показывать не буду там уже нельзя даже нельзя все это не день мы посмотрим мы посмотрим ночью у нас есть местечко где мы обычно паркуемся и так вроде но его никто не знает особо поэтому поэтому и мы не мы не покажем вот по паркуйтесь как где-то вот мы ага вот зеленая вывеска стоит миромар указатель справа мы не сворачиваем здесь нет друзья мы едем дальше мы едем дальше там будет какой-то ресторанчик вот она коричневая вывеска слева вот там коричневые вывески там тоже написано миромар и вот после нее пахнет скунсом друзья где-то раздавили скунса чувствуешь когда скунса раздавливают ох вонища ё-моё так вот здесь вот тут и сворачиваем до сворачиваем тут здесь на самом деле неприятно выезжать когда движения много прямо не не дают не дают высунуть нос вот собственно и все вы видите океан вы видите слева чуть по ходу такое здание там написано миромар это ресторан как-то бич миромар бич ресторан это совершенно замечательное место там можно и с рюмочкой посидеть так с видом на океан и вообще хорошо там очень рекомендую если что давай посмотрим вот так подъезжает видите люди но здесь какая-то строительная техника стоит вообще они здесь паркуются у ресторана вот парковка если они правда забили будний день попроще да вот и вот многие вот туда направо сразу раз вот туда идут вот куда женщина да вот идет женщина и там пляж вот а мы идем налево и вот с этого места начинается некоторая возможность грязно грязно возможность погулять и дорогу побитая погулять и вот если там прямо идти можно далеко 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 уйти там значит будет тропа потом по красоте всякой что она течет я вот смотрю что она течет от того места куда мы едем и вот в нашу сторону так а вот пожалуйста вот тут паркинг есть люди стоят значит и у из-за и надо и за рестораном паркинг есть да в общем вот так мы едем тут есть место где я люблю кофейку попить и там же по выходным концерты очень интересные такие музыканты приезжают здесь такой клубная . вот видите там впереди стоит такой знак на земле хотя может это не к нему относится вот сейчас мы сейчас мы посмотрим так вот вот эта . это она вот эта . слева написано по правит паркингу и там написано вот эта . и тут вот слушай а там люди кофеек пьют может и мы пойдем или они так сидят обычно кофе кофе по выходным почему а в будни нет а в будни тут нету да это же не коммерческая это при клубе музыкальном ну хорошо друзья давайте мы с вами здесь расстанемся а мы пойдем искать парковку ну хорошо пойдем глядем музыканты 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 музыканты